Есть люди, которые делают нашу жизнь прекрасней. Речь идет о ювелирах. Драгоценных дел мастера сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Среди них огранщики, полировщики, литейщики, закрепщики. Специальностей много, объединяет их тонкое чувство вкуса и безграничное терпение. Профессия эта древняя, весьма непростая и вымирающая. Из-за длительного обучения и сложности в достижении профессиональных высот освоить ее решаются немногие. О людях с золотыми руками и страсти к прекрасному в материале Екатерины Ильичевой. Золотая династия Лановенко. Сын и отец занимаются ювелирным делом. В Новом Уренгое работает больше 20 лет. Глава семейства обрабатывает драгоценные камни и металлы стал еще в начале 90-х. Потом обучил и сына. Их мастерскую знают и уважают. Клиенты приходят со всего города и заказы бывают очень разные. Ювелиру приходится быть художником, дизайнером и даже химиком. Тонкостей в этом деле немало. Их надо знать. Мастер следит и за развитием технологий за тем, как меняются вкусы. Мода, как известно, дама непостоянная. Сейчас, к примеру, на пике популярности изделия функциональные. Чтобы сделать толковые изделия, надо вложить металл прежде всего. Ну, не все себе позволяют. Вот ремонт делаем в присутствии заказчика. Любой сложности практически можно сделать. Срочно, то есть сразу или же можно оставить на некоторое время. Если с камнями, там греть просто надо. Дольше процесс выдерживается. Магию отец и сын творят в собственной мастерской. У каждого в этом деле своя задача. Александр разрабатывает 3D-модели будущих изделий. Клиенты все чаще заказывают именно авторские работы или просят сделать копии знаменитых брендов. За помощью к ювелиру идут и в случае сомнений. Хороший мастер без труда отличит истинные украшения от подделки. Подделок очень много сейчас существует. И, конечно, иногда я изделия вижу, по работе могу сказать, золотое оно или нет. Но есть такие подделки, что требуется только специальный пробирный реактив. То есть там капельку капаешь и реакция идет. Если на золото нет реакции, то на любой другой металл идет реакция. За счет давления на металл металл упрощается и кольцо увеличивается в размере. Увеличить размер кольца, почистить ювелирные изделия или, например, из сережки сделать кулон. Сын Александра в этом уже большой специалист. Без труда он справится и с современным оборудованием, которого в их мастерской немало. Я помогал отцу. Он тогда изготавливал цепочки, браслеты. Я их собирал. То есть какую-то часть работы я в детстве освоил. После чего учился и не так давно начал этим очень плотно заниматься. Надевая очередное кольцо или цепочку, мы не задумываемся, сколько труда, терпения и тепла вложил в них мастер. Сколько кулонов и браслетов ювелиры сделали своими руками, не сосчитать. Для мастера награда не только прибыль, но и улыбки довольных клиентов, цены которым нет. Екатерина Ильичева, Антон Берестянский, служба новостей. Импульс.